Московская область заливает дожди. Господи, вот такое впечатление, Лена, что у вас всю жизнь заливали дожди. Я то, что я видел в Москве, это всего лишь я видел. Ну что я мог успеть? Мичуринский сад, который учил их убивать деревья. Преподаватели этих же будущих кандидатов, этих несчастных девушек, женщин, которые ни хрена так и не поняли, как их подставили. Да еще когда дожди. Когда дожди, это раздорья для смертельных, мы их называем смертельных ран, а потом уже и грибов. Как посмотришь, у вас обязательно деревья покрыты решайниками, покрыты мхом, покрыты грибами. Больные, несчастные. Ну и дожди. Тем более, если есть дожди, ну не подходи-то к ним секаторам, шпилой. Виктор Казаков, здравия. Марина Иркутс, привет. У нас, что и у вас тоже? Иркутс, мне казалось так, что вот дожди идут с запада на восток, большинство дождей. Нас немного обходили. Но это я считал, что горы не дают проходить, и они обходят стороной. У нас везде льет, а у нас это. Ну теперь до нас достало. И к вам теперь. И лета нет. А зимой я смотрю, когда весь мир, что-то случилось непонятное. Откуда столько влаги в воздухе, когда зимой многие страны покрылись, даже там, даже не знали слова такого снега, покрылись снегами двух-трехметровыми. А я все время думаю, идут снега, снега. А от всех это, кстати, кто не в курсе, снег это дождь. Только зимой. Тоже дождь, только зимой. Я все время думаю, откуда на небе столько влаги? Ладно, значит, где-то в другом месте, пожалуйста. Нет, уже в Африке даже до снега дожили. И где что-то не в Амазонке. Я ничего понять не могу и сейчас не понимаю. Единственное, что мы можем противопоставить, это свои мозги, которые там вверху отсутствуют, я имею в виду, в Дауке. Потому что они ничего не делают и делать не могут. У них вообще нет такого понятия, как пристраиваться. Дожди, давайте выращивать, как я говорю, на сеансах. Давайте выращивать на холмах. Но ведь об этом же никто не говорит. Помните, этого в ямку выкопал. Посадил саженец. Садарей не саженец. Вот с такой вот раны в основании. Доктор наук. Ну, ясно, что заказная статья. Нельзя же так-то, так уж сребренько зарабатывать. Не статья, а фильм. Таким путем. Юра, привет. Что я тебе скажу? Когда я говорил, да, вот ты вырастил там, у тебя персики показывают, черешек, которые не это. А тебя помнишь тоже? А, о, какой ты там новичок. Вот тебе новичок. За шесть лет. Надеюсь, деревья не калечила. Вот твоя главная заслуга не это. Сейчас, вот это же, я знаю, что будет дальше. А вот ты даже меня не спрашиваешь. Сейчас вот этот бебинар будет разделен на 20, на 30 частей. По темам. Коротенькие. 3, 5, 8, 10 минут. Ну, 20. И каждый выберет тему, какую захочет. И станет еще умнее, еще мудрее. Вот твоя главная заслуга. Почему ты попадешь когда-то в будущий учебник. И твоя фамилия будет ставить. Уже не будет там Валерий Железов. А будет семья Железовых. Суинин, привет. Ешкар-Орла, 23. Раз в неделю. Ну, ведет за некоторым. Но это недолго. Потом все поменяется. Потом вы станете жертвами. То ли засухи, то ли дождей. Климат раскачивается. Казахстан, привет. Блин, лето работает. Даже на вебинаре мне поприсутствует. Придется запись смотреть. Наверное, только сейчас подключился. Да, Александр? Добрый день. Санкт-Петербург. Смотрите, Выборг. Это запад. Санкт-Петербург, запад. Боже мой, когда же у вас абрикосы будут? Мне вот это удивляет. Вот Александр и Виталий. Ну, я же... Ну, меня жизнь заставила. Я не собирался стать садоводом. Я на речи. У меня ребенка были большие, но это самое... Проблемы здоровья. Чуть ли не рахит. На риск. Вот как раз вот эта вот система. Целыми днями дома. А потом я его на саночке, саночке обшел этим войлоком. И в садик. И там в тепле и тут. И все равно. Я его, это самое... В Херсонскую область. Папе, маме. Своим. Сбагрил. Но чтобы все было честно, я каждый год приезжал. Причем нам же, гноричанам не всегда давали летом отпускать. Зимой. И я эту зиму нагляделся. Я еще до сих пор его удивляюсь. Как абрикосы там не жмели? В каждом дворе абрикосы. Ну, пусть жердели, пусть не привиты. Ну, когда их почти без сахара закатывают в банки, же есть и возможность такие сладкие. Они, по идее-то, ну, пройди на север. Как можно на север? Да понемножку подсередливать. Мой принцип. Сто косточек, тысячу косточек. А если не что, то может... Смог же этот самый. Баулин. Директор института. Смог же из моих костей вырастить чудеса. Ну, он-то на это у меня в последний раз заказал тысячу штук. Два по пятьсот. Два года подряд. Ну, ведь это же сейчас должны все делать-то. Молите Бога, что у меня они ещё есть. И даже залежалые дают почти стопроцентную схожесть. Ну, вот что надо, чем заниматься науки-то. И там, оказывается, из этой тысячи, пусть дохнут, пусть осталось пятьсот, потом осталось триста, потом сто. Ну, пусть там на восьмой год, ну, на Челябинске же все живы. У этого самого, у Баулина, у директора института. Мы. Все живы. Сам сказал. Ну, пусть где-то будет из тысячи сто останется. Ну, им-то как раз там у вас на западе, на северо-западе, там, вот Выборг, вот СПБ, Санкт-Петербург. Они-то как раз и станут новым, новым словным садом. Плюс не подходить к ним, как Маулин не подходит. Моя школа. Он же не посетялся сделать, повторить за мной всё, что я делаю. Александр, доброго здоровья. На севере Башкирии мая жара с облаками. Так, Башкирия, потом Урал жаркий, а Башкирия, она, в общем-то, приближается к Уралу. Да, видимо, это один и тот же регион. Да. Ну, всё-таки несмертельно. Мы победили Сасуху. Мы, Хакасы, скажем так. На Малайсасу появился Лиан. На разъюлках ставил со света иранской сирени. Для ушла лист. Слушайте, давайте сначала подробно. Для чего мы учимся? Я тоже учу. Итак, на Малайсасу появилась Теля. На разъюлках ставил со света иранской сирени. Теля ушла, и лист очистился. Чудеса. Мы дайте новых, друзья. У нас иранской сирени нет, мы свою найдём. У нас сейчас светение идёт. Так. Не поленюсь. У меня тоже есть Теля. Я с ней не борюсь не потому, что её нет, а потому, что у меня она не смертельная. Деревья максимально здоровая, значит, не минимум. Так. Виталий, спасибо. С меня фляжка, как на Украине говорят. Сусид с тобой фляжка. Так вот, Виталий, с меня фляжка. Я у себя на руу сирени. У нас сейчас весь город в сирени. Вот. И положу. Интересно. Ну, спасибо. А может, у меня не поможет. Моя-то сибирская сирень-то и не поможет. Но вы же знаете, что я ни один случай не упустил, чтобы что-то не проверить. А наше зачем жить? Ирина, добрый день. Одесса, ждите ли день. Да. А то она в Черном море, она и должна быть так. Я тоже хочу в Сиренке Шелковице. Михаил, все, теперь то это самое. Давайте связывайтесь с новым лидером. Вот. Считайте, что я ему дела сдал по Шелковице. Вам нужен Черебинск. Вам нужен Алексей Калексей. А вы Алексей Калексей, или я с тобой по родному, на ты. Будь добр. Обеспечить людей с саженцами. Вот. Или хотя бы с Сиренками. А мне нечего было иначе светиться на всю страну.